30 лет назад любители народной песни объединились в ансамбль под названием «Самородок». Они сделали это по зову сердца, и настоящая любовь к песенному творчеству помогла этому замечательному коллективу заслужить зрительские симпатии не только в Славянском районе, но и по всей Кубани, а также за ее пределами. Артисты народного мужского ансамбля – участники, пожалуй, всех значимых праздников в городе и районе. И когда они выходят на сцену, то после исполнения их песен зрители неизменно благодарят певцов горячими аплодисментами. И вот это отношение, одобрение творчества со стороны поклонников народной песни для коллектива самое важное. Мы как были 30 лет назад создались в таком составе, в мужском составе, так держим эту марку, так и остаемся только мужским коллективом. А что главное? Главное, чтобы нравилось людям, я считаю. Нравится людям, значит, нравится и нам. В репертуаре ансамбля множество песен, различных по характеру и жанру. Исторические, строевые, лирические, шуточные, обрядовые, семейно-бытовые песни, а также песни кубанских и российских композиторов. Сегодня у нас в репертуаре не только казачьи песни. Сегодня на концерте мы покажем и песни классические, советская классика, шлягеры советские. Жизнь диктует новую форму. Мы стараемся идти много со временем и петь то, что нравится и что слушают люди. С особой теплотой относится к этому ансамблю начальник управления культуры Славянского района. Галина Черноусова хорошо знает всех артистов и может рассказать о каждом. Все они заслуживают самой высокой оценки. Коллектив замечательный. Они у каждого как бы свои, да, свой характер, свои отношения. Но все вместе, они настолько действительно ансамбль. А этот коллектив неизменный. Добра, удачи, счастья. А людям нашим как можно больше и дольше слушать их замечательные песни. Победы на фестивалях и конкурсах различных уровней также убедительно свидетельствуют о высоком мастерстве участников ансамбля. А славянцам и всем кубанцам этот коллектив дорог прежде всего своими душевностью и бережным отношением к сохранению старинных казачьих песен. Стараемся ходить на их концерты. Не только в Славянске. Они выступают еще в Атамане. Не только. Бывают в Ростове, в Москве недавно были. Поэтому следим за их творчеством. Огромное спасибо им за их творчество. Руководителю Геннадию Михайловичу тоже огромное спасибо. Ну и всему коллективу потрясающие песни за душу берут. Это как раз то время, когда можно совершать творческие прорывы. То, когда можно завоевывать новые вершины. Коллектив действительно достойный. Коллектив действительно тот, который представляет наши традиции, именно нашего местного, местной самобытности. И я думаю, что в этом коллективе собрано все то, чем мы можем по праву гордиться. Песни этого коллектива очень люблю. Это замечательные исполнители, прекрасные голоса, талантливые ребята, люди. Дай Бог им здоровья. На торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею Самородка, пришло так много людей, что большой зал Славянского городского дома культуры был заполнен до предела. Все с нетерпением ожидали начала. И вот действие началось. Песня. Песня. Депутат Государственной Думы России Владимир Синеговский, который стоял у истоков образования ансамбля Самородок и позже неизменно поддерживал народные таланты, специально приехал на юбилейный вечер, чтобы поздравить артистов. Я, конечно, благодарен вам, что вы выстояли. Эти невзгоды тяжело было всем, а вы день и ночь и работали, и занимались воспитанием своих детей, ну и занимались любимым делом, творчеством, которое сегодня нас и собрало в этом зале. Я благодарен администрации, и сельской администрации, и администрации районов, потому что, ну, большого дорогого это стоит, и администрация Краснодарского края, здесь, кстати, и представители культуры, министерство. Потому что можно пить, но если не помогать, то ли одевать, то ли музыкальными инструментами, не поддерживать, не организовать мероприятия, площадки, то ли здесь, то ли в крае, то ли выезды организовать за пределы, все это быстро угасает. Владимир Синеговский пожелал участникам коллектива здоровья и успехов и вручил им благодарственные письма и подарки. Сердечные поздравления юбилярам передала Жанна Беловол, депутат Законодательного собрания Кубани, а председатель комитета по науке, образованию, культуре и делам семьи Законодательного собрания Виктор Чернявский поблагодарил артистов за бережное отношение к народным песням. А песня вот дает нам вспомнить наш язык, наши традиции и понять, что мы-то кубанцы, народ особенный, и работящий, и дружный, и самое главное, что вы нашли себя, а вы такой мужской настоящий коллектив. И вас искренне поздравляю от имени председателя парламента Кубани Юрия Санчо-Бурлачко, от лица депутатов. Желаю вам больших творческих успехов, радуйте нас своим творчеством. Первый дай, мы уже отыграли, и оттолили, чтобы не понять, чтоб тебя на земле не теряли, а дайся, чтобы себя не терять. Таким творческим коллективом можно гордиться. Глава Славянского района поздравил самородок с 30-летием. Конечно же, ваши песни, они говорят о любви к нашей родине, о любви к жизни. Они в ваших песнях, наверное, правила, нормы поведения. На ваших песнях мы растим подрастающее поколение. За это вам большое спасибо, процветание вашему коллективу. За большой вклад в развитие культуры Славянского района и в честь 30-летия творческой деятельности Роман Синеговский вручил участникам ансамбля благодарственные письма. Коллектив получил средства для укрепления материальной базы. Руководитель Краевого учебно-методического центра озвучила поздравления артистам от имени министра культуры Краснодарского края. Творчество ансамбля, неповторимый колорит его участников, широко известны и востребованы не только в Краснодарском крае, но и далеко за его пределами, о чем свидетельствуют многочисленные награды. Благодаря вашему творческому отношению к работе, повседневному кроподливому труду, успешно реализуется культурная политика на территории Славянского района. Добрые слова в адрес коллектива ансамбля прозвучали от глав городского и сельских поселений района, руководителей предприятий, приняли участие в чествовании юбиляров и выступили со своими песнями исполнители из Краевого центра, ансамбль «Встреча Краснодарской филармонии» и солист кубанского казачьего хора, заслуженный артист России Виктор Сорокин. Вместе с самородком он спел несколько песен. Одна за другой лились душевные мелодии, и когда в завершение праздничного концерта зазвучала всем известная песня, зрители стали подпевать, а затем бурными аплодисментами поблагодарили участников народного мужского ансамбля за прекрасный вечер. Песня «Встреча Краснодарской филармонии» Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин, программа «События».